У каждого есть точка кипения, у каждого есть такая грань, предел, который, если перейдёт, то всё, хана. Я сейчас просто поговорю о том, что в жизни каждого христианина может случиться рано или поздно, и некоторые проходят через это много раз. Это тот момент, когда вы оглядываетесь вокруг и смотрите, как всё вокруг хорошо, но только не у меня. Как всё вокруг прекрасно и чудесно у тех людей, которые без Бога грешат, и без Бога находятся просто своей лжи, они живут в этом, они варятся в этом, они вокруг обманывают друг на друга, всякую грязь льют. Что самое интересное, обычно у таких людей хорошо идут дела в бизнесе. И эти люди достаточно такие успешные люди, мы смотрим, у них есть всё, у них есть деньги, у них всё супер. И ты смотришь, думаешь, ну я христианин, я Божий ребёнок, неужели у меня не может быть такого? Почему у меня не так? Почему я не живу так же само, как эти люди, радуясь, не знаю, таким мелочам? Но на самом деле там не о чему радоваться. Я хочу, чтобы мы сейчас открыли Псалом 72-й. На самом деле это один из моих любимых отрывков Библии, весь Псалом очень интересный, я советую всем прочитать его, размышляйте над ним. И всякий момент, когда у вас постигают, знаете, мысль, что не напрасно ли я шёл, не напрасно ли я сражался, скажем так, то прочитайте этот Псалом, посмотрите. Мы будем несколько кусков из него читать, несколько отрывков. И вот смотрите, один из людей, один из верующих людей, достаточно таких успешных людей, начал сомневаться. И вот мы сейчас будем читать его, знаете, как мысли, размышления и последовательность его действий. Из них мы можем научиться, как поступать мне в такой ситуации, как поступать каждому из вас. Итак, оглядываясь вокруг, этот человек увидел, что всё вокруг хорошо, всё вокруг замечательно. У тех людей, которые абсолютно Бога не знают, ещё более того, они даже ухудят его. И ходят, говорят, что мне Бог, у меня есть деньги, у меня есть власть, у меня есть всё, что мне до Бога? И что мы имеем? Есть люди, которые успешны. Но что самое интересное, христиане, глядя на это, начинают уподобляться этим людям. Глядя на то, что у них всё отлично, они становятся такими же. И у нас есть такое понятие, как номинальные такие христиане, ещё их, я слышал, иногда называют воскресники такие, по воскресеньям ходят, вроде бы делают вид, что христиане, но на самом деле таковыми не являются. И вот эта точка, знаете, как предела, которая может быть, постигнуть каждого из нас. 13-й, 14-й стих, 72-го псалма. Так не напрасно ли я очищал сердце моё и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Мы вот изучали Иоанна, мы все помним, что жизнь христианина — это процесс, процесс очищения. После того, как мы приняли Христа, у нас есть внутри что-то такое, что чистое, что непорочное, что должно расти, и тем самым мы разрушаем своё «я». И вот задумайтесь, это легко делать вообще? На самом деле это сложно для нас, перепарывать где-то себя, где-то отрекаться от своих каких-то принципов, от своих каких-то желаний. И это реально сложно. И не напрасно ли я это делаю? Для чего я это делаю? Ведь знаете, когда вы видите впереди свет, вы знаете, куда вам идти. Вы видите впереди медаль, не знаю, вы видите впереди кубок, и вы знаете, что надо к нему бежать. Видите ли вы нетленный венец, который вас ждёт на небесах? Если порой христиане начинают сомневаться, потому что они забывают, что их ждёт там, в конце. Читаем дальше. Прошли эти сомнения, он начинает задумываться, и слушаем дальше. 16 стих. Ну, я пропущу немножко, мы будем так отрывками смотреть, просто и ход его мысли. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошёл я в святилище Божие и не уразумел конца их. Мы начинаем думать своими, знаете, своим вот этим серым веществом, пытаться решить какие-то проблемы, пытаться понять, почему так происходит. На самом деле это, ну, нам сложно это, знаете, понять. Но, если бы это не было так просто. Тавтология какая-то звучит, да, думаете? На самом деле Бог нам это всё открывает через Писание, он показывает, что, как, зачем, почему, нужно только открыть и увидеть это. И этот человек, даже больше скажу, я даже имя его скажу, это человек Асав, и он был релитом. И вот он приходит, куда он приходит? В святилище Божие. Есть версия, что он принёс жертву и попросил у Бога ответа на его вопрос, ответа на его нужду, ответа на его, знаете, вот эти переживания, что и является для вас примером. Когда есть какие-то неприятности, когда есть какие-то трудности, когда есть какие-то такие вопросы, которые вас тревожат, вас изнутри кипит, очень важно прийти именно к Богу, а не искать ответа в своей голове. Там его нету, там относительно. Ну, то есть, если соотношение с Божьим разумом, или с нашим. Поэтому, очень важно помнить, что ваша молитва не должна быть только по расписанию. Учитесь молиться вне расписания, три раза в день, впереди идущий. Идём дальше. Итак, он получил свой ответ, и он понял, что с 18 по 20 стих очень хорошо показано, что, ну, мне там один пример понравился в 20 стихе, что именно как сон, ихние желания, ихние мечты. И вот как вы спите, вам снится что-то. И вот вы проснулись. Всё, что вам снилось, оно рухнуло. Всё. И вы бы и хотели бы вернуться обратно, уже там досмотреть этот сон. Хэппи-энтвы этого дождастся. Но вы не можете. Точно так же и люди, которые без Бога, они вот... Нет у них твёрдого основания, что мы посмотрим вопреки этому, у нас оно есть. Итак, дальше смотрим 23 стих. Обманываю, 21 стих. «Когда кипело сердце моё, и терзалось внутренность моя, тогда я был невежда, и неразумел, как скот был я пред Тобой». Как баран я был пред Тобой, Бог, я не понимал, что вообще происходит в мире. Я не понимал, что на самом деле у них нет никакого основания. И то основание, которое они считают, деньги, какая-то власть, это всё пустота по сравнению с Богом. Я не говорю вас, не призываю о том, чтобы мы сейчас всё продавали, и ушли в монастырь, что в мире всё ничто. Но приоритеты расставить нужно правильно в своей жизни. И дальше, смотрите. 23 стих. «Но я всегда с Тобой, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и потому примешь меня в славу». Какую славу Он примет нас? Вечную. Вот это вот как раз вот тот нетленный венец, о котором я вначале говорил, тот, который есть цель наша. И вот смотрите, мне очень нравится вспоминать, когда Моисей спускался с горы, и люди на него смотрели, что не могли на него смотреть. Его лицо было как солнце, как вот, знаете, как сварка. Варят люди когда-то металл, сваривают. И такое, ну, действительно неприятно, а глаза режут. Это вот что-то подобное, это была только часть Его славы. Это даже не часть, а Бог прошёл мимо, Моисей был скрытый, и то, видя это, у него голова начала светиться. Представьте, что та слава, которая нас ждёт. Я даже представила. Это вот помните, мы рисовали тут гусениц, бабочек, ну, кто был на занятиях. То есть, что нас ждёт нечто необычное, то, о чём можно мечтать, то, о чём можно ждать, и это действительно стоит того. И смотрим дальше. Смотря на всё вокруг, что всё вокруг пустота, всё вокруг безосновательно, всё вокруг не имеет какого-то твёрдого основания. Что же мы имеем? Почему мы должны спокойно относиться к этому? 25-26 стих. Запомните эти слова, и я не знаю, может быть, в Библии своих помните, мне очень помогает, особенно последняя фраза. Кто мне на небе, и с Тобою ничего не хочу на земле. Дальше. Изнемогает плоть моя и сердце моё, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Видите, какая разница? Что, кстати, очень интересно. Слово «твердыня», она немножко может быть даже где-то некорректно переведено. Потому что в оригинале, если смотреть в подстрочнике, то там это слово ещё можно сказать как скала, как такой, знаете, огромный валун, на который можно строить, на который, ну, на самом деле скала. И представьте, что у каждого из вас есть скала, лично у каждого есть скала, на который вы можете строить, на который вы можете что угодно делать. Ну, понятно, что в воле Божьей. Но на самом деле у вас есть основания. И когда вы начинаете сомневаться, когда у вас в жизни происходят такие, знаете, сомнения, а может быть, всё-таки не то, а может быть, всё-таки не так, то задумайтесь, не ушёл ли я со своего основания? Может быть, я сейчас уже иду на песке, на этих зыбучих песках, которых я сейчас ещё пару шагов сделаю и утону. И впрочем, некоторые так и уходят из церкви. Поэтому всегда проверяйте себя и всегда следите за собой. Не ухожу ли я со своего основания, со своей скалы, в которой есть Бог? И вижу ли я перед собой ту цель, к которой я иду? И последнее, что я хочу сказать. Мы здесь учимся и думаем, а это не про нас. Мы здесь целыми днями выбываем в Писании, мы здесь каждый день изучаем прям по букве, по слову, разбираем экзогезу, герминетику и всякую прочую, ну, не скажу ерунду, но всякое прочее. А теперь вот поднимите глаза послушайте, вот этот человек Ассар. Кто он был? Он был ливит. Он каждый день выбывал в храме, он каждый день служил Богу. Его жизнь была служением Богу. И несмотря на это, он оступился. Несмотря на это, он засомневался. То Кольми Патча вы здесь сидите и ходите по улице, ходите, общаетесь с другими людьми, есть ли у вас возможность так оступиться? И вот на примере этого псалма я хочу просто, чтобы каждый для себя принял вот такую мысль, что в любой непонятной ситуации, в любой сложной ситуации, когда вы где-то сомневаетесь, где-то разочаровываетесь, и такое будет, и такое часто может случиться. Помните, где ваша скала? И сейчас нахожусь ли я на своей скале? Это первое. А второе, всегда старайтесь решать не своим вот этим серым веществом, а молитесь, обращайтесь к Богу и спрашивайте у Него решения. И пусть вас Господь в этом может. Спасибо.